Предвыборная кампания по-детски в поселке Бердянка. На выборах в городской совет и законодательное собрание была небывалая явка избирателей. Как сейчас говорят жители, повелись они на обещание нового детского сада, которого, к слову, в поселке так и нет. Разочарованные в своих избранниках, с маленькими детьми на руках, сегодня родители вышли на улицу. О наболевшем делились с нашими корреспондентами и в очередной раз с главой поселка. Заколоченная наглухо дверь, забитые окна, трещины по зданию, попасть внутрь нет никакой возможности. Это не заброшенное, никому не нужное строение. Оно очень нужно. 117 малышам. Так выглядит детский сад в поселке Бердянка. Их шесть, еще ни один ни разу в детском саду не было. Уже двое школы, скоро кончено. Вот у меня четверо детей. Двое уже ходят школы, скоро закончатые. И вот еще двое двойняшки. И мне сейчас устроиться на работу, им пять лет. У меня у самого трое детей, и вот и ждем четвертого. Они все маленькие, я их вожу в соседнюю деревню. Это тоже накладно, это каждый день бензин. А в город не навозишься, тем более на автобусе. Девенка в пять утра поднимает, что в семь часов успеть на газельку, без пятнадцати семь она уезжает. Таких молодых мам в Бердянке десятки. Больше ста малышей не ходят в детский сад, вместе с ними дома сидят и мамы. Многие из них еще только ждали своих деток, когда им начали обещать детский сад. Но лучше всех подготовлен к встрече с нами оказался молодой папа Сергей Венедиктов, отец троих детей. Прекрасно помнит выборы в городской совет в 2010 году. Трубников Александр Сергеевич выдвинул своего кандидата Кузьмина Алексея Геннадьевича. Привез сюда к нам. В этот же год они начали нам обещать, что будет детский сад. Но еще лучше он помнит выборы 2011 года в законодательное собрание области. Уже найдено соответствующее по квадатуре помещение. На данном этапе ведется процесс его выкупа. В этом году будет произведен ремонт. И уже в 2012 году двери на Вехенького детского сада распахнутся для детского поселка. Кандидат депутата в законодательное собрание Ремендузской области по избирательному округу номер 14 Александр Трубников. Я не фантазер. Я прекрасно понимал, что в 2012 году садик двери не раскроет. Мы этого не могли нигде говорить. Фантазировать недопустимо ни депутату, ни жителям, никому. Невозможно было за год решить вопрос детским садиком. Есть у многотетного папы еще одна интересная бумага. Сохранилась после все тех же выборов, когда жители Бердянки выбрали Александра Трубникова своим депутатом. Через два года будет проведен независимый социологический опрос. Если за два года я, как ваш депутат, не оправдаю ваших надежд, не задумываясь, буду готов сложить депутатские полномочия. Спасибо за поддержку. Доверие оправдаю. И вроде дело с мертвой точки сдвинулось. Деньги выделены, есть проект и смета. Во всяком случае об этом говорит глава поселка. Средства для реконструкции данного здания и строительства к нему пристроя выделены из городского и областного бюджетов. Хотелось бы поблагодарить за то внимание к этой проблеме администрации города Ильични Евгения Сергеевича Арапова и обоих наших депутатов. Все эти мамы такой благодарности вот за этот детский сад не испытывают. Депутат Александр Трубников в ситуации в Бердянке знаком. Знает, сколько детей ждут мест, знает, сколько выделено денег. Задержку объясняет государственные системы. Есть правила расходования денег. Предусмотрено финансирование и начало работы в этом году. Объем финансирования предусмотрен 28,5 миллионов рублей. Сейчас идут, насколько я понимаю, торги. То есть теперь определяется подрядчик. Вопрос на контроле, заверяет Александр Трубников. Следующий срок окончания работ – 2014 год. Впрочем, в том, что к этому времени в Бердянке появится детский сад, видимо, можно не сомневаться. Как раз подойдет время агитации к выборам в законодательное собрание 2015 года. Только вот, например, эти двойняшки – Саша и смелая Полина. Я хочу в садик. Уже пойдут в школу, так и не воплотив своих желаний и не дождавшись депутатских обещаний серьезного взрослого дяди. Евгения Морозова, Петр Рукин, Орин ТВ. Вообще, Александр Трубников – известный борец за права детей. В конце прошлого года он внес предложение поддержать так называемый закон Димы Яковлева – закон, запрещающий усыновление российских детей иностранными гражданами. Напомним, тогда 43 депутата законодательного собрания без споров подняли руки за прозябание детей-сирот в российских детских домах и поддержали инициативу депутата Александра Трубникова. Продолжение следует...